Привет, народ! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И специально у меня сзади такой фон, чтобы вы не поняли, что мы сегодня будем делать. Хотя, если вы прочитали название к ролику, то это уже, наверное, был спойлер. Итак, мы сегодня с вами будем проводить обзор катамарана Лагун 440 2005 года. Овнерский катамаран. И будет много всего интересного, потому что на этом катамаране мы будем идти 1200 миль. И вы будете уже хорошо иметь представление, на чем же мы будем идти. Ну что, вы готовы? Погнали тестить! Итак, наша детка, это Лагун 44, как я вам уже говорил, называется Дизель Панк. Офигенное название для лодки. Однозначно не Карпе Дием, конечно. Короче, кто не знает, Карпе Дием это самое, наверное, зашкварное название, потому что оно встречается просто везде. Идешь в любой марине, там 50 штук Карпе Дием стоит. Это катамаран Лагун 440 2005 года. Длина 12,5 метров. Ширина 7,1 метра. Осадка 1,3 метра. Общее количество воды 900 литров. Общее количество топлива 650. Четыре кабины и еще две капитанские спереди в форпике. Четыре туалета. Два двигателя Янмар по 54 лошадиных силы. Лагун 44, старый, не новый, 2006 или 2007, я забыл какого года. Ну, то есть еще со старым дизайном. Ну, 44-й, это уже достаточно просторный кат. Потому что, ну, уже 42-й, мне лично не очень нравится. Хотя, конечно, дело вкуса, потому что он уже теряет, как бы, достоинство катамарана. А у него изначально нету достоинств монохула. И поэтому, так. По-моему, начинаю где-то с 44-го имеет смысл южать каты. Но это, конечно, дело вкуса. Кто не любит такое, может оспорить. Кто любит 42-й или ниже. Я купил его как раз в год ковида в Греции. И были большие траблы с тем, что его оттуда вывезти. Потому что греческое морское министерство просто впало, я не знаю, это даже не в спячку. Оно, наверное, умерло все вот от ковида. Но оно просто не работало. И не могли поставить нормальные штампы, не могли его оттуда вывезти. Кстати, после покупки он еще полгода в Греции торчал. Потом мы как-то добазарились с ними, приехали туда со шкипером. И полтора месяца просто по Греции по внутренним водам ходили, потому что за границу не могли выйти. Я пришел к этой идее, я к ней приехал. На Кио Спортейдж, она у меня тогда была. Мы ездили с женой и там с приятелем нашим болгарским как раз по Балканам. И там где-то были в Черногории или где-то там. И в каком-то городе, я забыл в каком, остановились в Приморском. И мы, ну, это приятеля звали Крум. Мы с ним пошли то ли пиво пить, то ли куда-то. А жена сама гуляла по бережку. И она приходит, говорит, там ко мне матросики приставали с катамарана и звали в гости двое. Я сказала им, что скоро приду. Пошли в гости. Они же позвали, но мы пошли. Матросики немножко удивились, когда увидели барышню не одну, а с двумя мужиками. Вот, но как бы в гости нас позвали. Это был как раз катамаран, я не понял, это был лагун. Вот 44 или 46, или вот еще побольше размера, но вот какой-то такой. И он меня тогда, ну, очень сильно впечатлил. Это было лет 8 назад. У нас есть две солнечных панели. Их немного, но в принципе в солнечную погоду должно хватать. Так, трапик у нас на подвесах, который убирается. Трапик офигенный. Здесь у нас кокпит. Не обращайте внимания на бутылки, это мы сейчас заливаем воду. Здесь достаточно большая площадь, на которой можно сидеть, обедать. Напоминаю, что катамаран 2005 года. Сейчас в современных катамаранах чуть-чуть по-другому реализовано пространство. Хард топ на таких больших трубах. Сзади идут девиц. Холодильник, который находится в кокпите. Обычный холодильник с морозилочкой. И много всяких полезных локеров. Вот наш большой генератор, который здесь находится. И возле него электрика и куча всяких разных запасных частей. Здесь зона есть, в которой, когда жарко, можно сидеть и там с бокальчиком вина. Особенно, когда стоишь на якоре. Сеточки. Посредине идет якорная лебедка. Вот цепь якорной лебедки. Здесь два места, чтобы можно было сидеть. И чтобы было красиво, можно было смотреть за дельфинами. Давайте теперь рассмотрим переднюю часть катамарана. Итак, здесь зона, которая рассчитана на то, чтобы ее постоянно заливало водой. Вы видите по сливам. Спереди есть локер, в котором находится якорная лебедка с хорошим доступом сбоку и с удобным обслуживанием. Ну и естественно цепь валится вся вниз. Большое количество емкостей для хранения разных веревок, фендеров. Ну вы знаете, когда вы находитесь на лодке, у вас большое количество всякого полезного, которое нужно где-то хранить. И обычно это занимает серьезно много места. Доступ для залития воды, где находятся все шланги и ключи для открытия. Ну и далее огромнейший локер, в котором можно хранить все подушки с носа и даже кормовой зоны отдыха. Потому что здесь реально место огромное количество, плюс почти тонна воды в баках. Что, как вы понимаете, просто занимает огромное количество места. И хорошо, что здесь не стоит генератор, как скажем в леопардах. Потому что его заливает водой. Ну и здесь естественно у нас место под фендеры, под веревки и под все что угодно. И снизу у нас идет еще один доступ к якорной цепи. Непонятно зачем, но может быть для того, чтобы было видно, как сваливается якорная цепь. Так, идем далее. Если вы не знаете, у катамарана свепбек риггинг. То есть ванты или шраудс, они вынесены назад за мачту. То есть вот вы видите мачта и вот насколько вынесены шраудс. То есть у катамаранов нет бэкстэя. Для того, чтобы держалась геометрия за счет ширины катамарана, идет шраудс, идут таким даймонд. То есть такой по форме бриллианта. То есть они идут в сторону и потом сходятся вниз. Далее у нас здесь пост. Сзади зона для отдыха. Здесь у нас спрей-худ. То есть мы полностью, находясь здесь, заграждены от солнца, которого сейчас нет. Значит вид. Отсюда у нас спереди идет пластик. Я выйду и покажу. То есть отсюда очень хорошо видно, что находится спереди. И когда стоишь здесь за штурвалом, самое важное, видно и левый борт. То есть вы можете выглянуть и посмотреть, как вы далеко находитесь от пирса. И правый борт. То есть видно и порт, и старборт. Вы все это видите. Здесь можно сидеть и рулить. Немножко далековато, но если сесть чуть-чуть вот так вот, чтобы колени были вперед, будет удобно. Далее у нас два двигателя Вольво Пента. Еще есть один момент, который я могу отметить, что не суперудобно сделан в этой лодке. Вот я когда стою за штурвалом, вот здесь вот место, чтобы стоять, оно как бы немножечко смещено в сторону. То есть по одну руку рулить. Но если становиться вот здесь, вот ты упираешься очень сильно ногой в сторону. И здесь под пяткой вот такое вот какое-то странное, такая странная конструкция маленькая. И ты слышишь, оно у тебя все время под пяткой находится. То есть и ну просто реально не очень удобно, потому что ты такой на разных поверхностях, под разными углами находишься. И чтобы рулить, постоянно хочется отойти в сторону и рулить откуда-то из стороны. Здесь вот эта вот еще полочка, на нее там то ли ногу ставить, вот как-то вот так вот рулить. В общем, постоянно нельзя найти себе удобное место для того, чтобы рулежку хорошо себя комфортно обеспечить. Вот этот автопилот очень неудобный. То есть вот ты крутишь, тебе надо правее, и у него вот этот один щелчок совершенно не говорит, что будет на один вправо. Это будет на какой-то рандом вправо. Ну вот такой же Raymarine, только когда кнопочки там один вправо, один влево, десять вправо, десять влево, ну сильно удобнее. Raymarine это скорость и глубиномер, и ветер. Ну и здесь у нас под крышкой идет прибор. То есть ну вот все. Из лебедок у нас вот эта лебедка электрическая, остальные механические. В носовой части катамарана есть две небольшие каюты. Они называются капитанские или на сленге гробики. Эти каюты рассчитаны на двух членов экипажа, например, на капитана и стюардессу, тогда, когда все чартерные каюты сданы под гостей. То есть вся лодка сдается под чартер. В каютах есть умывальник и туалет, во всяком случае и водной, и спальное место, которого достаточно, чтобы провести ночь, а с утра продолжать заниматься своими прямыми обязанностями катать гостей на лодке, которая сдается в чартер. Ну вот, собственно, такая история. А теперь давайте я вам покажу, что внутри. Здесь, кстати, дверь, вот она открывается, и она небольшая, как в других катамаранах, то есть дверь чуть-чуть шире, чем я. Здесь, конечно, места у нас сильно всяко больше. Итак, мы находимся сейчас в кают-компании или в салоне, как кому удобно. Места здесь много, здесь тепло. Мы защищены от внешних факторов. Из управления здесь у нас есть чарт-плотер, радио и все приборы, и управление автопилотом, а также музыка. Столик штурманский, сидушка, которая вот так вот крутится, она может быть и на стол, и на штурманский столик. Во всех сидушках, естественно, локеры. И здесь у нас кухня или по-английски галли. То есть плита, она не гироскопическая, но с упорами под всякое, под кастрюли. Большой умывальник. Холодильник. Шкафчиков в этом катамаране немного, но, тем не менее, их более чем достаточно. Здесь у нас идет небольшой локер. А здесь у нас пульт управления. Здесь как бы включаются все приборы, управление 220, запуск генератора. Ну, а здесь стандартный щиток, и на щитке это все является предохранителями. То есть, грубо говоря, у нас когда что-то замыкает, то будет тык, отрубаться. Все. У нас здесь все, что не нужно, мы выключали. А теперь давайте идем внутрь. Два поплавка у нас идентичные. Спускаемся вниз. Посмотрите, как красиво сделано это все мало. Вот. В каждой вот такие каюты. Это задняя каюта. Каюты небольшие. У нас здесь локер. Это аварийный выход. Здесь у нас вот такая вот большущая кровать. Эта сверху штука совершенно не мешает. Здесь идут ящички и локеры. Тут все массы, все выключатели и все, собственно, включатели. То есть, если что-то случается, то все находится здесь. Но есть маленький момент. Здесь это все закрыто шкафчиком. А, скажем, в лодках типа моей эти все отдельно. Когда ставят чемоданы, иногда отключают какие-то фьюзы. Что, на мой взгляд, полная фигня. Маленький локер. Сюда можно вешать вещи. Они сюда попадают по длине. Снизу можно складывать какие-то свои там обувь. Все. Ну, с этим все понятно. Ну, все локеры, естественно, закрываются. Далее. Ниши на кроватях. Вот это дюзек кондиционера. Локер. Ну, это все так же сейчас и в монохолах, и катамаранах. Это все присутствует. Сзади такая секси спинка у кровати. Прикольно. Свет. Мне такие лампочки не нравятся, но это на самом деле не имеет никакого значения. Выключатель. Вентилятор. И здесь выключатель и розетка. Кстати, то, что здесь розетка находится над выдувом кондиционера, это полная херня. Потому что здесь, если что-то у вас лежит, заряжается, на него дует и образовывается конденсат. Поэтому крайне рекомендовал бы перенести или сделать еще дополнительные розетки где-то в стороне. Потому что это прямо печаль, беда. Так не должно быть. Теперь давайте я вам покажу переднюю каюту. У нас жилая. По дороге покажу вам телевизор, который поднимается. Вот здесь вот уточка. Вот так вот тянется. И телевизор выезжает вверх. Так, вот у нас выехал телевизор. Я так понимаю, ты его сейчас как раз вот крепишь, да? Ага. Нормально. Это называется TV-клид. А вот эта веревка, которая поднимает телевизор, TV-халят. Оригинальное решение. Здесь шкафчики. Шкафчики-локеры. Тут жилеты. Здесь точно такой же туалет. Ну и вот каюта передняя. Кстати, немножко меньше по размеру. Вот увидите ее. Ну зато здесь места больше для хранения всяких там своих пасочек. Ну и туалет, и душ здесь как бы ничем не отличается. Ну что, народ, давайте я вам теперь покажу святая-святых катамарана 440-го лагуна 2005-го года. Это туалет. А еще называют Head. Ну, приемлемо. А еще есть гальюн. Сочувствую. Идем. Итак. Что у нас здесь есть сразу? Во-первых, лампочки LED 2005-го года. Напоминаю. 2005-го года. В катамаране везде LED. Может быть, конечно, в нем их поменяли уже осознанно с лампочек. Но, тем не менее, везде в катамаране LED. Включается свет вот так. Это включается LED потолочный. Это включается подсветка зеркала. Далее. Вынимается переключение на душ. Хочу вам сказать, что в этой лодке нет отдельного душа. Это серьезный минус. К сожалению, это так и ничего здесь не поделаешь. Когда вы принимаете душ вот в этом всем пространстве, вся вода стекает вот в эту решеточку. И здесь стоит пилч и отдельный датчик, который считает количество воды. Если вода здесь наполняется выше обветленного уровня, включается, выкачивает. Никаких кнопочек нажимать не надо. Здесь очень прикольно сделано. Нужно засунуть палец. И здесь нажимается вот такая вот кнопочка и открывает. То есть, грубо говоря, вы пихаете палец и вот, собственно, здесь все происходит. Здесь технический отдел, перекрытие черного танка. Ну и достаточно удобный доступ вот ко всем системам слива, налива и прочего. Ящичек, место для туалетной бумаги. Далее умывальник закрывается вот так. Сейчас этого уже практически нигде нет. Зеркало открывается. Здесь достаточно большой шкафчик. Если вы думаете, что это единственный шкафчик в туалете, так нет. Плюс здесь есть штатное место для зубных щеток. Здесь есть еще вот такой огромный шкаф. Но в данном случае здесь стоит холдинг танк. А в другом туалете, с другой стороны, там просто шкафчик. Поэтому в задних туалетах места меньше, а в передних сильно больше. Сюда можно вешать какие-то вещи. Задний туалет правый. То есть или называется Афт Старборд Хэт. Здесь помимо шкафчика, который за зеркалами, есть еще вот такой шкафчик, куда можно все много полезного складывать. Теперь минусы. Смотрите. Здесь это клей, которым приклеиваются зеркала. И вот он здесь, конечно же, облазит. Почему за столько лет, когда это говно, блядь, просвечивается через зеркала, они не додумались исправить в моей лодке, в современных лодках это все сделано на клею. Зеркала приклеены к деревяшкам хорошо. Со временем это все начинает прозрачным. Там видно вот эти полосы, на которых приклеено. То есть не продумано вот этот момент со временем. Ладно, если бы это сделали, и оно бы не получилось. Но они сделали, и они через года эту же хрень повторяют. Далее, посмотрите, какая тут отделочка. Прошитые вставочки винила. И вот все вот. Это реально сделано красиво. Крючочки в туалете для всяких там полотенец. Смотрите, столик. Если нужно что-то сложить сюда, здесь есть прямо столик в туалете отдельный. Как они запихали это все в 4 туалета, вот в каждую каюту, это просто очень круто. Далее, здесь туалет сделан таким образом. Автоматический слив. Мало воды, автоматический слив. Много воды, предохранитель. Нажимаете? Сливается определенное количество воды за цикл. Каменная столешница. Народ, каменная столешница. В масс-маркете 2005 года каменные столы в туалетах. На мой взгляд, это чуть-чуть круто. Потому что дальше, потом они уже от этого начали избавляться. Где-то есть, а где-то совсем и наоборот. Ну и вентиляционный хэтч. Обычный. Он, кстати, здесь не держится. И под него шторка. Ну, вот, собственно, и все, что я хотел вам показать про туалеты. Ну что, кратенько мы с вами прошли по лодке. Я вам показал, как это работает. С другой стороны, поплавок полностью идентичный. Четыре туалета, четыре каюты. Задние больше, передние меньше. Так, что у нас здесь в поплавках? Здесь билдж. У нас тут чуть-чуть воды. Мы проверяем билдж, на всякий случай. Билдж-панк это даже откачивать. Пока не будут, не меняется, не сам. Здесь у нас... Здесь у нас это слив из души, который его тоже откачивают автоматически. Ну, а, собственно, и все. И вот это компа, который обещает. Теперь давайте посмотрим на сердце нашей лодки. Здесь стоит два мотора Янмар по 54 лошадиных силы. Моторы 4J-H5E. Это не Common Rail. То есть обычные такие дубовые, надежные моторы, которые работают десятками тысяч часов. И ничего с ними, кроме обслуживания, делать не нужно. За мотором находится Cell Drive SD50. Кстати говоря, ненадежные Cell Drive. Мне не нравятся. Но под них продаются тюнингованные киты, которые можно переделать. Сверху, над моторами, есть крышечки, которые моторы закрывают полностью. И появляется еще дополнительное место, чтобы туда можно было складывать какой-то хлам. Ну, наверное, не очень большой, потому что там все-таки идет управление радарами. И нужно, чтобы этот хлам не мешал их работе. Из моментов, которые на этой лодке не суперудобны. Здесь, в кухне, здесь есть умывальник. И вот здесь, надобывальником, вот эта вот штука, вы видите, вот здесь вот, даже изолента намазана. Вот, я уже сюда раза три или четыре удоваренный ударился головой. Поэтому вот, я думаю, что это и это место, и вот это было делать более пологое, чтобы туда можно было как-то заниматься. Здесь начинаешь здесь ездить, вот эта вот штука как раз находится. Бум! Так далее, из недочетов, о которых я вам хотел рассказать. Смотрите, здесь есть дверь, которая вот такой слайдер-дор. Ну, в катамаранах дверь это вообще обычно достаточно больная тема. Здесь есть вот такой слайдер вверх, и дверь не ездит. Но, смотрите, все это происходит потому, что вот здесь есть место для пина, который выходит вот сюда из двери. И оно разбивается. И вот чинить достаточно сложно, потому что вот это оригинальная дырка круглая, а это уже разбитая. Поэтому в ней дверь будет болтаться из стороны в сторону. Она всю функцию выполняет, но у вас будет вот такой вот. Если сильная качка, возможно, она будет бить, но на обычной качке это работает. Но если не закрыть дверь, то она начнет ездить вот так вот, и вы будете это слушать. Так, еще здесь есть прикольного. Вот такие шторки, такие немножечко old school. Но вот вы задвигаете, и у вас все полностью закрыто. Если, допустим, солнце светит сзади, и начинает сюда попадать его многое, особенно если вы живете в жарком климате, шторку задвигаете, и все. И в зависимости от того, откуда солнце, вы можете задвигать эти шторки абсолютно по всему периметру ловки. И если вы работаете на кухне, у вас есть окошки, которые сдвигаются, и можно делать сервировку стола прямо наружу. И также, если вы находитесь внутри, вот этими шторками можно задвинуть, чтобы, допустим, кондиционер не делал жару внутри помещения. То есть вот это прикольно. Такой очень милый old school. Так, еще. Здесь на потолке есть небольшие лучки, которые можно открыть, и будет хорошая вентиляция внутрь. Но через них неплохо видно парус. То есть вы можете наблюдать, если вам нужно, что происходит с вашими парусами, когда вы идете и находитесь внутри помещения. Таких лючка два. Один находится в портсайд, второй в стаду. Ну и шторки, которые закрывают от солнца. Кстати, шторки вот такие, отличные. Это дешевое решение, потому что те, которые идут в раме и вставляются внутрь, они стоят почти 300 баксов. Это обычная ролета, такая как жалюзи, просто закрывается, раз и все. И у вас солнце сюда не попадает. А вот то, как скрипит лодка на волнах. На самом деле, мейнстрим весь скрипит, в этом ничего такого нет. Ну и просто, чтобы вы понимали по поводу того, как будет лодка ходить с определенным временем. Ну и удары плюс большой волны посредине мостик между поплавками. Это незабываемое впечатление. Это мы сейчас идем в очень комфортном режиме, когда не то чтобы лупят, посмотрите на эти волны, их просто нет. Ну, на самом деле, камера еще не показывает, конечно же, волн, вы это знаете. Но все равно волны есть, но там около метра, наверное, может чуть-чуть дольше. Так, еще здесь есть особенность такая, что когда ты начинаешь там с мойкой что-то делать, вот этот вот шкафчик, ты в него иногда бьешься головой. Ну, это еще, ладно, к этому можно привыкнуть. Здесь вот эти вот дверцы, они открываются не вверх, они открываются в сторону. И вот в них очень часто заезжаешь головой, потому что они открываются широко. Но это все большие открываются. Вот эти, которые маленькие, вот она открывается снизу вверх. И ты ее дергаешь постоянно в сторону, а она не туда открывается. Так вот, если бы эти шкафчики открывались все вот так вот кверху, это было бы удобнее просто эргономичнее. А так тут получается только один какой-то... А тут только один, который открывается кверху, остальные открываются в сторону. Причем еще, если есть качка, вот ты на него открываешь, можно на нем повиснуть. И вот тут даже... Не видно. На нем, короче, можно повиснуть и просто оторвать вверху, просто потому что из-за нее сваришься. А когда они кверху, а такой возможности нет. Но это все мелочи, просто по опыту. Так-то, конечно, мебель, кстати, сделана неплохо, значительно лучше, чем в новых. Потому что она какая-то такая более целостная, наверное, из деревяки сделана. Хотя, блядь, не, она сделана так же. Она сделана... Сделаны они так же, как в новых. Вот увидите, тут даже есть небольшая деламинация. Но в новых вот эти вот все ламинированные штуки отклеиваются, ну, прямо сразу. А здесь уже за, там, много лет, 2005 года, когда мы рано, все вот эти боковые и вертикальные... Это обработка торцов, даже на вот такой лодочке 2005 года, очень хорошо сделана. То есть, в пример, более современным моделям. У этой лодки есть одна особенность, касательно воды. Ну, вот, например, кухонный кран, который так вынимается. И здесь есть кнопочка для переключения типа на душ. Но это стандартные, короче, краны, которые вы можете купить в любом строительном магазине, условно. Ну, помпа для накачки давления находится где-то там спереди. Не помнишь, где я? Короче, помпа находится где-то вот там. И если заканчивается вода, помпа начинает работать, но за счет того, что она находится далеко, ее совершенно не слышно. Поэтому может оказаться так, что у вас вода закончится, и помпа будет еще качать, качать, там, полдня или вообще непонятно сколько. Скажем, если это какая-то другая лодка, вот как у меня монохолл, у меня когда включается помпа, и заканчивается вода, там еще горит лампочка. Даже если ты ее не слышишь, ты проходишь мимо и видишь, что у тебя работает помпа. Здесь такой лампочки нету, ты просто не слышишь, не знаешь, и она работает. Но, скажем, почти тонна воды 900 литров в баках компенсирует, конечно, частоту срабатывания ложных помп, но, тем не менее, можно вывести какой-то индикатор, но штатно это вот так реализовано. Продолжение следует... Здесь мне очень нравится, что в этом катамаране вот такая вот поверхность из нержавейки. То есть такой коммерческий стандарт, на самом деле, пищевого оборудования, которое можно легко мыть. Вы берете хлорку, просто заливаете, и у вас всегда чистая поверхность. А если там какие-то там камни искусственные, еще что-то, все равно там есть какие-то микротрещины, иногда вроде помыло, но там пахнет. Ну, короче, вот это прямо в маст хэм, я считаю, что это то, как это должно быть реализовано на всех лодках. Вся там, в случае, это часть, которая там режется что-то, там, не знаю, с мяса капают какие-то там кусочки, там, с курицы, еще что угодно. То есть вот именно вот металлическая из нержавейки, как раз то, что, на мой взгляд, вот правильное решение. В этой лодке есть такая особенность. Бойлер находится в старборд-автокабине, то есть задняя правая каюта. И если нам нужно использовать горячую воду в передней левой, то есть в той, куда самые длинные магистрали, то горячая вода туда вообще не доходит никогда. Я думаю, что человек, который живет в передней левой каюте, даже не знает о том, что в лодке может быть горячая вода, потому что, чтобы она потекла, нужно слить, наверное, литров 5 воды. То есть, в принципе, тот расход, который даже при нормальном использовании душа горячего, даже вообще душа, никто никогда столько не сливает, те, кто живут на лодке. Поэтому вот такая особенность, просто за счет длины магистрали от бойлера к каютам, которые находятся на другой стороне. Ну что, теперь идем к ходовым испытаниям. Мы проделали на катамаране достаточно большой путь, преодолели достаточно большие расстояния. Катамаран сбитый, хороший. Естественно, как и все мультихоллы против ветра, он совершенно не ходит, врезается в волну, и это его останавливает. Единственное, что компенсирует данный недостаток, это то, что у нас моторы, которые немножко для данного веса и данного размера избыточны. И если у вас не очень хорошо все идет с движением, вы просто добавляете немножко больше газу. Но забегая наперед, скажу, что мы больше 2000 оборотов на этих моторах не шли, даже, наверное, 2 не шли, где-то 1800, чего достаточно, чтобы двигать этот катамаран даже против реально плохой погоды. Поэтому могу сказать с уверенностью, что против ветра включаете двигатели и просто моторите вперед, и мощности более чем достаточно, чтобы передвигаться. Если нет, ходите галсами. Ну а для комфортной погоды здесь я даже говорить ничего не буду. Катамаран, конечно, идеально. Даже если нет ветра, вы идете под моторами. Это ровно, это комфортно, это удобно. А вот вам прикол, особенно с чарт-плотером, у которых все сенсорное, нету механических кнопок. Короче, вот идет питание здесь. Вот ты на него так как ни нажимай, он выключен, короче, просто выключен. И, видимо, не работает вот эта вот штука. И работает она, не работает. Не работает, ну что залило, соленое. Или пальцы соленые. Короче, не работает. Мы его, короче, протерли только что влажной тряпочкой, вытерли насухо, и он вот вроде включился. Очень неудобно, очень рискованно. И вообще, как бы, очень много жоп может случиться как раз из-за того, что у вас там соленые руки, и что-то не включилось, что-то не нажалось, просто тупо на уровне электронного включения. На катамаране стоят аналоговые приборы, ничего сверхъестественного, тахометр, показатель уровня топлива и счетчик моточасов. То есть все, что на приборной панели вы можете увидеть. Кстати, у нас, когда мы шли по Босфору, у нас была небольшая ситуация, когда мы ехали, поперек к нам ехал катер. Потом они включили прожектор и начали нас подсвечивать. Ну, как бы, достаточно штатная ситуация, но сейчас я начал понимать, почему это происходит. У нас есть ходовые огни, которые работают, ну, под определенными углами. Так вот, смотрите, эти углы видны только если лодка идет спереди. У нас работают ходовые огни. И вот только отсюда они начинают светиться. А вот чуть-чуть вот так вот сбоку, и они перекрываются аркой, и их совершенно не видно. Поэтому ничего удивительного, что в нас светили, потому что мы сбоку просто незаметные. Должен быть 360-градусный переход, то есть перекрытие полностью, один свет переходит в другой. У нас нашего красного не видно вообще, если ты смотришь, ну, хотя бы чуть-чуть назад. И белый также спрятан, то есть это заводское решение. Его надо переделывать, если кто-то владелец такой лодки, это очень опасно. Здесь мне очень удобно вешать круглые, потому что не особо есть точка опоры где-то для них, чтобы если прижаться к стене, они просто выскочат и все. И не смягчат удар или касание. Ну, придется сейчас мне аккуратно это делать, просто контролируя заднюю часть. Там же все-таки есть лестница у нас, где лестни мы можем достаточно далеко встать, если что. Ну, короче, понятно. Ну, вот еще одна особенность на этом катамаране, просто сзади фендеры плохо цепляются. Вот он момент истины. Наш Лагун 44 идет против ветра максимально остро. Это то, что мы от него ожидаем. У нас дует 25 узлов. Включили полный газ. На самом деле, я шучу, мы поставили рифы, потому что мы из катамарана не пытаемся выжать максимально, мы пытаемся пройти максимально безопасно. Какая у нас сейчас скорость? 7,5. Ну, вот. 7,4, буду точнее. Это у нас Speed Overground. Overground, да. Вот, мы идем сейчас 7,4 и держим угол к ветру какой? 45 градусов. И 45 градусов угол к ветру. Поэтому мы сейчас посмотрим, какой у нас будет угол с учетом дрейфа. Потому что нам нужно левее сильно и вообще где-то градусов 60 левее. Поэтому мы сейчас будем идти максимально остро, резаться максимально остро и смотреть, что мы можем выжать по максимальному углу. И я вам расскажу, что на самом деле катамаран может против ветра. Напряженная рулежка. Вот так. С дивана. Наш трек идет вот такой. Он идет прямо в середину. Для наглядности я вам нарисовал две полосочки. Красная это наша прогнозируемая, куда нужно. А синяя это полосочка, реально, куда мы можем дойти. Вы видите этот угол между двумя полосками. Мы целились на западную часть острова. А вышли к его середине. Вот разница между стирингом и хеддингом. То есть туда, куда мы рулим и куда мы фактически идем. Короче, вот так вот оно идет. Без шансов было туда даже попасть сразу. Когда лень является мотивацией. В этом катамаране у нас идет 4 лебедки. Три из которых механические, одна электрическая. Поехали. Тогда работают все три лебедки. Еще, 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 давай. Еще, 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 еще. Еще, давай. Ну, вот где-то так и оставляем. Прекрасно. У нас парус натянут. Все работает. Вы полностью разрихованы. Ну что, поздравляю вас. Скорость подросла? Да. Нет, конечно, подросла. Ну, хотя бы ближе к пяти идем. Все равно приятно. Ну, ветер стухает, а мы добавляем газочку. А вот, кстати, как работает педаль газа на этом катамаране. Пожалуйста, нажмите педаль газа. Вот эту? Да. Спасибо. Вот педаль газа. Народ, хочу вам резюмировать немножечко про катамаран Lagoon 44. Корпус очень крепкий. Очень мне понравился. То есть, не играет вертолетом. Даже идет против ветра. Если мы говорим про мотор. И не так, чтобы его там прямо и складывало. То есть, да, бьет в мост. Да, как обычно, это у всех катамаранов происходит. Но не фатально. То есть, ничего такого, чтобы прямо вызывало ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас. Поэтому, как бы, с корпусом вопросов нет. Жилое пространство, да, в современных катамаранах оно, конечно, больше-лучше. Но, в принципе, если вас устраивает вот такая площадь, такая планировка, как у нас. Смело отличный катамаран. Здесь два мотора по 54. Идут и против ветра, и вдоль ветра, и как угодно. С отличной скоростью, которая, в принципе, у монохола сложно достижима. Ну, или нужно там газовать просто на все деньги. А здесь это нормальный режим. Теперь касательно хождений под парусами. Конечно, даунвинд, катамараны идут просто волшебно. Высокая скорость, комфортно, нет кренов. Ставите на стол чашку, она никуда не падает, никуда не улетает. В этом, конечно, огромные плюсы. Но против ветра, что бы мне ни говорили любители катамаранов, как бы тут не расхваливали свои возможности, что они там идут и 20 к ветру. До 90 градусов это просто извращение. В полветра он идет. Если вы идете, ну, не знаю, 30, он точно не идет. Где-то от 45 у него начинается тяга. Я имею в виду EVA. И у вас такой дрейф, что, я не знаю, 75, наверное, угол. Это, ну, минимальный, который вы можете выдерживать. Ну, может, если его там раскочегарить, там как-то на все деньги, может, там 70. Но, на мой взгляд, меньше 80 градусов upwind на катамаране, это полный дрочь. То есть, мотор и вперед. Если вы хотите ходить под парусами на острых углах, это другие катамараны. То есть, это не масс-маркет, это не мейнстрим, это уже что-то другое. Поэтому, друзья мои катамаранщики, я вас обнимаю. Но не надо мне вешать лапшу на уши, что ваши катамараны хоть куда-то ходят. Все. То есть, вердикт касательно хождений у меня однозначен. Потому что 1200 миль все-таки по очень плохой, очень подчеркиваю, плохой погоде дают о себе очень хорошее представление, что можно, а что нет. Теперь технически огромный, вот в данной лодке, огромный генератор, который питает все. И здесь концепция такая, что генератор – это ваше сердце, ваша энергия. И это то, на чем, собственно, вы будете ходить большинство времени, даже если будете ходить под парусами. Потому что энергии потребляет лодка очень много. И чтобы на ней как-то там комфортно ходить, нужно очень много солнечных панелей и очень много батарей. Поэтому этот момент нужно учитывать и думать, куда это поставить. Касательно оборудования, про водный бак, который добивает только к одному поплавку, ко второму не очень. Тоже есть момент. Ну и так вот по мелочам, что-то хорошо, что-то плохо. То есть, я про это в видео рассказывал. Но если мы резюмируем, да, катамаран однозначно хорош. Да, на нем хорошо ходить, да, на нем хорошо жить, но нужно понимать его ограничения. Как, собственно, все в яхтинге. Не бывает идеальной лодки, бывает набор компромиссов, с которыми ты готов мириться. Все, на этом тест катамарана, обзор мы завершили. 1200 миль по плохой погоде с Болгарии в Хорватию. Вокруг Пелопонеса мы сделали. Через час вот мы уже подходим к сплиту. Вернее, даже к Трагиру, но не важно, это рядом. Подписываемся на канал. У меня спереди очень много крутого материала. И тихий, и вообще очень-очень-очень много. Лайк, подписка, комментарий по поводу лодки. И до встречи в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok